Вопрос задавайте бывшим депутатам. Бывшим депутатам задавайте вопрос. Вот каждый, сколько мониторит, вот здесь каждая машина записывается. Из интернет-пространства жаркие споры по поводу вывоза мусора выплеснулись офлайн. На встречу с чиновником областного правительства собрались как представители городской и районной администрации, так и местные жители. В спорах не участвовал только один экскаваторщик. Он просто занимался своей работой. Экскаваторщик готовит площадку и готовит объем для ночного вывоза. Ночью, когда свободные дороги, когда меньше пробок, ввозят до 1400 кубов. Позавчера было 1440, вот 1400 кубов. Это объемы, которые могут принять полигон согласно договору компании «Арктика» и полигона. Представитель Министерства экологии и природопользования Московской области ответил на вопросы местных жителей и оценил обстановку на полигоне. Как можно увидеть, пожарные машины постоянно проливают мусор, что дает свои результаты. В данный момент то, что вы видите, мы запаха такого острова не чувствуем. Это, скорее всего, просто парение отходов, потому что экскаватор копает. Сверху они холодные, снизу они теплые, потому что процесс гниения, разложения отходов уже идет. Но в любом случае это, конечно, неприятно. Сложившаяся ситуация стала результатом действий, а точнее бездействий, компании «Экотранс Видное». Несмотря на то, что плата за вывоз мусора жителей взымалась, отходы не отправлялись на полигон, а складировались. Теперь пришлось выделять дополнительные средства на ликвидацию свалки. Принять меры к «Экотрансу» мы можем только после того, как завершится вывоз, закроется контракт. Все документы по контракту, по оплате, платежки, копии, все будут направлены в прокуратуру, в следственный комитет, чтобы приняли меры. Сейчас мы с них ничего не можем взять. Дым, который появляется в результате химических реакций, изрядно досаждает жителям Видного. На фоне этой ситуации появляется множество слухов и спекуляций. Одни считают, что мусор вовсе не вывозится, а сжигается. Другие требуют остановить работы. Не надо панику поднимать. Надо потерпеть и все. Но контроль обязательно. Предложили видеонаблюдение поставить, камеры, чтобы люди могли онлайн отслеживать, как это что происходит. Но слухов много. Много лжи, конечно. Главная претензия местных жителей – мало техники, и поэтому работы ведутся медленно. Но несмотря на то, что представители городской и районной администрации не раз отвечали на этот вопрос, представим все наглядно. Почему работает только один экскаватор, а не два или три? Для того, чтобы к ночи подготовить к вывозу 1400 кубометров мусора, достаточно одного экскаватора. Ночью этот мусор грузят на 10 машин и вывозят на полигон. Полигон, в соответствии с квотой, способен принять только 1400 кубометров мусора. Три экскаватора подготовят 4200 кубометров мусора. И даже если все их загрузят в 40 машин, то все равно полигон сможет принять только 1400 кубометров мусора. Таким образом, увеличение техники никак не скажется на скорости ликвидации мусорной свалки. Тем не менее, и в этой ситуации в администрации города ведутся поиски возможностей ускорить работы. Вчера в три часа здесь было совещание дня 15.00. Попросили компанию увеличить объем вывоза и найти еще один полигон, куда можно еще свозить. Дали ему время на проработку этого вопроса. Средства для этого у них есть. Динамика вывоза есть. В любом случае, раньше было больше. По информации Министерства экологии Московской области, около 20 тысяч кубов отходов вывезено. Еще около 30 тысяч кубов осталось вывезти. Естественно, что договор об увеличении квот – дело не одного дня. В настоящий момент полностью ликвидировать свалку планируется к середине марта. Администрация города надеется на понимание местных жителей и открытых диалогу. Максим Козлов, Владимир Андрианов, Ольга Садовская. Видное ТВ.